Если вы выросли в этой большой и прекрасной стране, то наверняка ответите без ошибок на все вопросы. Ставьте лайки, если рубрика вам по душе и вы хотели бы увидеть ее продолжение. Напишите нам в комментариях, сколько верных ответов вам удалось дать. Итак, поехали, сколько ступеней на одном лестничном пролете в Хрущевке. В 50-х годах были утверждены строительные нормы и правила. Одним из обязательных к соблюдению показателей было количество ступеней на лестнице. Так, оптимальная высота ступени для взрослого человека составляет 15 сантиметров, причем человеку удобно начинать и заканчивать подъем с одной и той же ноги. С учетом высоты потолков было рассчитано, что оптимальное количество ступеней – 9. А для чего еще, кроме основного предназначения, применялся одеколон «Лесная вода»? Лесная вода, помимо этилового спирта и парфюмерной композиции, содержала внушительный процент пихтового, соснового и можжевелового масел. Это была единственная туалетная вода, которую было рекомендовано применять для ароматизации воздуха в плохо проветриваемых помещениях. Также для укрепления здоровья можно было принимать ванны с добавлением лесной воды. А какой породы была пугающая собака, снявшаяся в советском фильме о Шерлоке Холмсе собака Баскервилей? В съемках фильма про Шерлока Холмса режиссер Игорь Масленников использовал немецкого дога из Ленинграда по кличке Циклон, к морде которого вместо фосфорной смеси прикрепили маску, вырезанную из светоотражающей ленты. А кто был любимым художником Сталина? Александр Герасимов обладал несомненным талантом. Но дружба с Ворошиловым позволила ему добиться огромной известности при жизни. Так, ни одно политическое событие не проходило мимо кисти Герасимова. Он стал любимым художником Сталина и лучшим его портретистом. Его произведения широко тиражировались, принося хорошие гонорары. С приходом к власти Хрущева Герасимов был постепенно снят со всех своих постов, а картины художника были изъяты из музейных экспозиций, а некоторые и вовсе уничтожены. А как называлось это популярное советское кольцо? Одно из самых популярных советских колец называлось поцелуйчик. Это тонкий ободок металла, концы которого переплетены и на которых закреплены два полых шарика. Кольцо было популярно благодаря эффектному виду и доступной цене. Золотое или серебряное изделие можно было приобрести за 20-25 рублей. А в киосках соус-печать продавались бижутерные варианты по 1 рублю 70 копеек. А как зовут главную героиню кинофильма «Одиноким» предоставляется общежитие? «Одиноким» предоставляется общежитие – это художественный фильм режиссера Самсона Самсонова. Главная героиня картины – работница текстильного комбината Вера Голубева, ее играет Наталья Гундарева. В свободное от работы время она помогает своим соседкам по общежитию устраивать личную жизнь. А как дети шалили в Королевскую ночь в пионерском лагере? Королевская ночь – это традиция практически всех пионерских лагерей. Так называется последняя ночь перед отъездом домой. В эту ночь было принято обмазывать спящих зубной пастой. Некоторые вожатые забирали зубные пасты у детей, чтобы избежать неприятностей. Но опытные пионеры привозили с собой по нескольку тюбиков. А в какой республике СССР работала кондитерская фабрика «Букурия»? История молдавской кондитерской фабрики «Букурия» берет свое начало еще в 1918 году. Но до 1944 года на ней не было профессионального оборудования, а сладости изготавливались в кустарных условиях. В 1946 году предприятие было модернизировано, началось производство печенья и макарон. Позже было закуплено новое оборудование и проведена переориентация на кондитерские изделия. В 1977 году «Букурия» приобретает статус научно-экспериментального предприятия с применением необычного сырья. Фабрика работает по сей день. А в репертуаре какой певицы была песня «А он мне нравится»? Песня «А он мне нравится» была написана в 1975 году композитором Владимиром Шаинским на стихи поэта Александра Жидарева. Композиция была создана специально для Анны Герман. Певица была в восторге, услышав песню, так как в ее репертуаре как раз не хватало веселых заводных мелодий. А для чего использовали такие круглые здания в Ленинграде? Круглые бани – это общественные бани в историческом районе лесной в Ленинграде, памятник эпохи конструктивизма. Были построены в 1927-1930 годах. Планировалось, что здание будет накрыто стеклянным куполом, но от идеи пришлось отказаться. Зато удалось реализовать идею открытого бассейна. И бани, и бассейн успешно функционируют по сегодняшний день. А сколько стоило такое советское зеркало с подсветкой? В галантерейных магазинах продавались зеркала с подсветкой, благодаря которым женщины могли внимательнее рассмотреть себя и более искусно нанести макияж. Были и настольные, и настенные зеркала разных форм. Они могли работать как от сети, так и от батареек. Такое настольное зеркало со шнуром и вилкой стоило 15 рублей. Эта аббревиатура во времена СССР пугала всех спекулянтов и расхитителей народного имущества. ОБХСС – это отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. Был создан в середине 1930-х годов в структуре НКВД. Перед отделом ставились задачи обеспечения борьбы с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. А в каком году был создан Народный комиссариат внутренних дел СССР? Народный комиссариат внутренних дел СССР – это центральный орган государственного управления СССР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка. Образован постановлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 года. В состав НКВД СССР вошло Объединенное Государственное Политическое Управление СССР, переименованное в Главное Управление Государственной Безопасности. А в каком фильме впервые прозвучала композиция «Сердце», «Тебе не хочется покоя». Песня «Сердце» была написана специально для великого советского артиста Леонида Утесова. Композиция Исаака Дунаевского и Василия Лебедева Кумача стала одним из саундтреков для первой советской музыкальной кинокомедии «Веселые ребята». А правда, что студенческие строительные отряды работали абсолютно бесплатно? Всесоюзный студенческий строительный отряд – это форма организации оплачиваемого труда учащейся молодежи, организовавшегося на основе официальных нормативных актов СССР. Поскольку речь шла о работе в свободное от основных занятий, то есть учеба-время, а основную массу этих трудящихся составляли студенты, эта форма получила устоявшееся название трудового семестра. А как звали Белку и Стрелку до полета в космос? Сотрудники Института авиационной и космической медицины назвали Белку «Альбиной», а Стрелку – «Маркизой». Но после удачного полета в космос руководство сочло необходимым придумать животным новые имена, так как старые звучали не по-советски. А что за предмет на фото? На фото представлена магнитофонная лента, намотанная на так называемую бобину. Выпуск бобинных магнитофонов в Советском Союзе начался в 1949 году. Кассетные магнитофоны, первые серийные экземпляры которых появились в СССР в 1969 году, быстро стали популярнее бобинников, так как удобство записи и воспроизведения оказались для слушателей важнее качества. Однако катушечные магнитофоны продолжали производиться массово вплоть до 90-х. Позже их популярность снизилась. А кто из персонажей фильма «Кавказская пленница» говорит не своим голосом? На момент съемок у Натальи в Орлении было актерского образования и опыта озвучивания. Поэтому Гайдай решил доверить эту миссию профессиональной актрисе. Нину озвучила Надежда Румянцева. А правда, что из ВЛКСМ нельзя было выйти добровольно? Из Комсомола, как и из КПСС, нельзя было выйти добровольно. А только по решению комсомольских органов об исключении. Добровольный выход из Комсомола был разрешен только в 1990 году. А теперь традиционный бонусный вопрос без ответа. Отгадайте по советским достопримечательностям название города в данном коротком ролике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Напишите свой вариант названия этого города в комментариях. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест. Если вам понравилось, ждем от вас лайки и комментарии с впечатлениями о пройденных вопросах.